Местовые жахары кажут, что после завершения всех работ Житковичи станут совсем иншим городом. И не только изнешне. В не одном десятигоде сирот наибольшей актуальных проблем шаргу микрорайонов была осудна селевневой канализацией. В связи с чем у дождевые надворы улицы литерально хавались под водою. Ча-первых, об этом можно позабыться. Новый выгляд приняла и головная улица Житковича, советская. Ей не только добро упоротковали, а ей поширили в два раза. До областных дожинок Житковича дремащий новый стадион. Тут заправдую все новое, от газона до трибун. Теперь местовой футбольной команде, яка покой гуляет у другой гизи, можно подумать о больших значных выниках. Штучное покрытие на поле плануется поклассить у ближайшие дни. По осудности, теперь Житковичский стадион будет як минимум не горше, чем у інших городах Гомельской области. При тем, что только городским стадионом спортивная инфраструктура не обмежуется. На территории первой средней школы, например, побудовали спортивный городок для молоди. А по потребованиях, яке предъявляются до уводимых объектов, можно мерковать по одновленной автостанции. За 37 годов эксплуатации тут проводился только косметичный ремонт. Реконструкция будинка с доброупорядкованием прилегающей территории обошлась около 400 тысяч рублей. Отповедные сроки выдадковал Гомель Апл-Ауттранс. И он же властными силами зарабил и все необходные работы. Использовали силы своего предприятия. В первую очередь, это нашим стройучасткам мы проводили все ремонтные работы. Это позволило сэкономить порядка 30% строительных работ. В данном случае мы сделали все качественно, вовремя, в срок и дешево. Сирот, сделанного на Житковской автостанции, замена даху, утепление фасаду, ремонт зала чекания. У Гомель Апл-Ауттрансе лечить, что теперь это одна из лучших автостанций на Полесе. Местовая же, кажется, с такой оценкой в целом сгодная. Виктория Яхно стала первым пассажиром, яке набыл билет на реконструкционном вокзале. Кажет, что еще когда была студенткой, часто красался послугами автотранспорта. А тому добра памятая, я кем будинок был ранее. Это как будто два разных объекта. Сейчас, безусловно, здесь все очень красиво, все очень современно, уютно, тепло. И находиться здесь одно удовольствие. Залы ожидания просто радуют глаз. Объект, яким так сама генерация у Житковича, один из корпусов другой середней школы. Победаванный май 60 годов тому, в пыльный час он был закрыт в связи с аварийным станом. Теперь можно с уповненностью стверждать, проблема выражена. По словам керавництва райвы Канкама, зараз запланованные до областных дожинок работы, выконаны неде на 75-80%. Усю остатне будет обаяцково завершено до початку свято представников в Велске. До речи, что день на допомогу будовникам и дорожникам приходят местовые жихары, які займаются работами по доброупорядкованию, а прочатоку каждое выходное у Житковича проходят огульногородские субботники. Ведутся работы дневное, где-то и в ночное время. Готовность высокая. Остаются небольшие страхи, которые нужно завершить. Все заверили, у всех все получается. У нас находится на ежедневном контроле вся работа.